Эдукат Консалтинг Эдукат Консалтинг Эдукат Консалтинг Мы bleeding Это трехсторонний взгляд На всё, что связано с образованием У нас очень дивидональный подход И очень Подход такой, как к своим детям К каждому ребёнку Поэтому Последний один из пунктов Это то, что мы Всегда стараемся отталкиваться От сильных сторон детей Или взрослых и строить на этом, вести к чему-то и добиваться потенциала, не ломая при этом ребенка, не подстраивая его под школу, а именно подбирая именно то, что ему конкретно подойдет. Очень тщательно к этому вопросу подходим. Университеты в Великобритании и Америке. Сегодня мы рассмотрим как поступление в техническую сторону, так и разницу в обучении, разницу в контенте обучения. Сравним две системы, обсудим профессии будущего, и в конце у нас будет время на вопросы и ответы. Итак, как же выбрать факультет? Независимо, куда вы хотите поступать, в Америку, в Канаду, в Великобританию, один из главных вопросов – это куда идти, на что обратить внимание, где учиться. Конечно, если вы уже обучаетесь в англоязычной школе, то выбор ваших предметов на e-levels уже предполагает какое-то конкретное поступление на какие-то факультеты. Если мы говорим о странах СНГ и не англоязычных системах, то, в принципе, аттестат 11 класса позволяет выбор любой профессии. Просто из стран СНГ обычно в Великобританию особенно нужно будет пойти на Foundation Year. Это первый такой год до первого курса, который поможет вам подготовиться лучше к высшему образованию. Но даже этот Foundation Year требует определенности какой-то. Поэтому что необходимо сделать? Конечно, нужно изучить возможности. Изучить возможности карьерного роста, изучить возможности тенденций, о которых мы поговорим чуть позже, что будет востребовано для трудоустройства в будущем. Изучить возможности рекомендаций, потому что нет смысла полюбить какую-то профессию или какой-то факультет в конкретном университете и понять, что вы не сможете туда поступить или будет очень сложно. То есть нужно просчитать план, когда и когда прийти к вашей цели. Также необходимо изучить структуру курса, потому что в любой системе структура курса отличается друг от друга. В одном университете может быть больше упор на академические какие-то знания, которые преподаются студентам. В другой это может быть больше исследовательская база, когда от студента требуется, чтобы он сам что-то изучал, находил и потом приходил, дискутировал на лекциях. Поэтому это очень важный момент. После того, как вы приблизительно определились с курсом, иногда это, конечно, может поменяться, но в принципе еще очень важный момент, который я бы рекомендовала, если вы не уверены, например, вот у нас часто обращаются студенты, хотят заниматься бизнесом, но в то же время им нравятся науки, или хотят заниматься экономикой, но в то же время им нравится архитектура. Я всегда рекомендую, чтобы изначально изучать тот факультет или тот предмет, который наиболее сложный, на который потребуется много времени, свободного времени, пока у вас еще, ну у каждого своя ситуация, конечно, но особенно когда у вас нет семьи, нет детей, и у вас вот эти вот студенческие молодые годы, посвятить самой сложной профессии, которая вам, возможно, понравится, на которую вы хотите поступить. А на бизнес-стадис или экономические какие-то, или MBA, всегда можно доучиться потом, за год, за два, то есть это не настолько сложно, как, например, если бы вы изучили бизнес-стадис, а потом переучивались на архитектора. Вот это очень важный, важный стратегический такой момент. После того, как вы определились с факультетом, или почти определились с факультетом, мы всегда рекомендуем сделать такой хронологический план действий. Вот я привела пример плана действий, который мы предлагаем с нашим студентом в университете, в Educate Consulting, когда мы их ведем для поступления. И приблизительно этот план действий можно начинать за год до поступления. Поступать в Великобританию, или последние сроки, крайние сроки поступления обычно в январе, 15 января, то есть за 9 месяцев до начала обучения. Таким образом, за год до 15 января уже можно начать делать какие-то конкретные шаги, строить план и смотреть вперед, и как бы делать себе такое видение пошаговое. Для иностранных студентов этот срок, 15 января, может продлеваться. И таким образом, даже сейчас, в принципе, если вы хотите поступить в сентябре в Университет Великобритании, иностранным студентам предполагается такая возможность. По разным причинам, я не буду даваться глубоко сильно в детали, но, в принципе, мы все целимся на 15 января, но часто поступают у нас молодые люди и в мае, и в июне, иногда даже в июле. Потом просто визу сложнее будет оформить, но, в принципе, это все возможно. Детальный хронологический план действий, где вы пишете себе, когда, что и как вы делаете. Необходимо обязательно самостоятельно изучать ваши предметы или ваш факультет, который вы выбрали. То есть, если вы хотите идти на экономику, вам необходимо очень много читать на эту тему, смотреть какие-то подкасты по истории, тоже читать книги, смотреть исторические фильмы и так далее, развивать свои знания одновременно с обучением школы. Главная причина – это, естественно, вы себя развиваете. Здесь стратегическая причина в том, что вы потом это все можете написать в сопроводительное письмо о том, что вы знаете, как вы к этому пришли и так далее, что грандиозно улучшит ваши шансы поступления. И, конечно же, об этом можно будет рассказать в интервью, если есть вступительное интервью на ваш конкретный факультет. Ну и очень важный момент также – это то, что вы таким образом можете убедиться, действительно ли это ваша тема, или же все-таки стоит что-то другое выбрать. Опыт работы, семинары – это все тоже нужно развивать. Если у вас есть возможность пойти бесплатно волонтерам, опять же, если это история, в музей поработать или еще где-то, то есть просто побыть в этой сфере всегда очень полезно. Это приблизительный документ тоже, то есть некоторые сайты тут, они, конечно, всем известны, как The Economist, например, журнал и так далее. Для наших студентов мы… то есть у каждого индивидуальный свой план, но для каждого факультета есть какая-то база данных с важными сайтами, подкастами, ссылками на видео, TED-токов, YouTube, книжных, всяких литературы книжной, которые мы рекомендуем студентам вести, самим находить. Ничего здесь секретного нет, это просто все собрано в один документ. И таким образом заниматься своим развитием в этой сфере, в этом факультете с помощью вот таких вот ссылок и информационных сайтов. Итак, для поступления в Великобританию используется платформа UCAS. Не знаю, слышали вы о ней или нет. UCAS.co.uk, кажется, веб-сайт. Если вы введете Google, очень легко будет найти ее. На этой платформе нужно зарегистрироваться, и она состоит из таких пять колонн. Первая колонна – это личные ваши данные, естественно. Это все происходит онлайн, поэтому иногда вы не можете знать вопросы наперед. Мы, естественно, все можем вам сказать, или другие консультанты, если вы используете помощь чью-то еще. Нужно будет выбрать пять выборов университетов или факультетов. Обычно для медицины это четыре выбора. Обычно люди выбирают одно направление какое-то, то есть опять же архитектура, например, или история, и разные пять университетов. Теоретически можно выбрать архитектуру в Манчестере и там social или personal, whatever, public relationships in Bath, например. Но, учитывая, что у вас personal statement или сопроводительное письмо будет одно для ваших пяти выборов, очень сложно будет его так написать, чтобы оно подходило под разные факультеты, разные специальности. И поэтому, конечно, это очень редко, когда выбирают разные профессии из этих пяти выборов. Иногда в некоторых университетах, но это очень немногие, принимают дополнительное сопроводительное письмо, не с платформы ЮКАС. Вот таким образом можно немножко обойти систему. Но, в принципе, каждый университет хочет понимать, что этот университет и этот факультет – это ваш первый выбор, и вы уже полностью убедились, что это ваше, и хотите туда идти. Когда вы не понимаете, что вы выбираете, это, конечно, не привлекает университета. У вас пять выборов. И в конце… То есть ваши оценки нужно будет тоже загрузить на сайт ЮКАС, на ваш личный кабинет. И необходима будет характеристика преподавателя. То есть, опять же, из англоязычных школ это очень легко добиться этого, потому что они к этому привыкли, да, учителя. Из русскоязычных школ это немножко сложнее сделать, но, тем не менее, я помню, когда я поступала в начало 2000-х годах, то есть из Украины я просила, да, учителей, я уже в университете тогда училась, и многие говорили, окей, ты напиши, и пришли мне, да. То есть вы, когда будете просить своих учителей из русскоязычных стран, вы можете им конкретно уже что-то предложить или сказать, если вам сложно, если они там начнут чего-то не соглашаться, сказать, давайте я предложу вам, вот, чтобы… или скажите мне там пять пунктов, как вы меня описываете, а я это все там переведу, напишу красиво. Но учитель должен со своего имейла загрузить это на платформу ЮКАС. Вот, но таким образом вы можете, то есть не требовать, да, от него это, а помочь и самому написателю с помощью другого, там, англоязычного уча, преподавателя и так далее. Главная подача срока в Великобритании 15 октября – это для Оксфорда и Кембриджа. Вот, в Оксфорде и Кембридж немножко другая, другой путь подачи документов, поэтому это тема для другого вебинара, но если есть какие-то вопросы, поэтому, пожалуйста, пишите нам имейл, мы с удовольствием ответим. И 15 января – это вот главный пул, главный поток, когда необходимо подать документы. Но, как я уже сказала, для иностранных студентов эта дата может продлиться до мая-июня. Начало июля, наверное, я бы советовала крайний срок. Подали вы документы, и ответы от университетов приходят по мере поступления. То есть англоязычные школы очень часто и в Англии, и в других странах, вот в Дубае, например, у нас здесь есть гости, да, очень часто подают документы в октябре и в ноябре, не ждут до сентября. И уже тогда начинают университеты отвечать. Отвечают в основном с conditional offer. Conditional offer – это, то есть, вас принимают, если вы сдадите экзамены на такие оценки, например. Или же сразу дают rejection, то есть не принимают. Вот из этих пяти вы потом выбираете два выбора, у вас остается, ну, если все пять принимают или четыре. Вот, и один из них главный, и второй запасной. И также, если еще есть два варианта поступления, у нас есть отдельное на YouTube видео про эти, clearing and adjustment, можете посмотреть, я не буду вдаваться в подробности. Но clearing происходит в январе, ой, извините, не в январе, в июле и с июля до августа, когда, если вы не поступили ни в один из ваших выборов, университеты опять в ЮКАС добавляют многие факультеты, многие места, которые не были приняты другими студентами. И то есть вы можете уже с вашими как бы ниже оценки, которые у вас были, например, если так получилось, что вы итоговые оценки получили ниже, чем ожидали, вы можете из clearing выбрать то, что вы хотите. Adjustment – это наоборот, то есть если вы получили оценки намного выше, чем вы ожидали, то вы можете из adjustment, adjustment – это подкорректировать, то есть поступить в более, например, престижный или высокий по требованиям университет, потому что у вас оценки получились намного выше, чем вы ожидали. Так, сопроводительное письмо – это очень-очень большая часть вашего процесса поступления. Сопроводительное письмо – это то, что выделяет вас перед комиссией среди всех, потому что приемная комиссия, они получают сотни писем ежедневно, и многие через них просто вот так сканируют, проходят. Поэтому вот эти вот несколько, пару линий захватывают внимание. Естественно, они читают все письма до конца, но просто, что вот главное – хорошее начало, и внутри объяснить, что конкретно выделяет вас из толпы, как личность, как человек, который готов приносить славу этому университету, как человек, который знает, о чем он говорит, когда он говорит, что ему нравится экономика, и он хочет добиться успеха в этой сфере. И как человек, который также описывает свои навыки и знания в этой сфере, опять же. То есть или опыт работы какой-то, или какие-то приобретенные знания через курсовые работы, или теоретические какие-то знания, которые вы тоже можете показать. Они классные достижения, да, если, например, связано, ну, я не знаю, там с той же архитектурой, может быть, какие-то кружки там по дизайну и технологии вы делали, или какие-то конкурсы выигрывали и так далее. Вот, поэтому очень важно написать его красиво и правильно. Очень много есть примеров в интернете, уже можно скачать письмо, исправить, добавить. Ну, как можно, не нужно, абсолютно не нужно этого делать, потому что в ЮКЭС тоже есть такая, у них есть программа, которая сканирует на копирование, то есть они сразу же узнают. Если они понимают, что письмо было скопировано, если программа решит, что это не ваших рук дело, да, скажем так, то сразу отказывают в подаче заявления. И, естественно, если оно не оригинально, да, если особенно мы очень не рекомендуем начинать письмо с там «всю жизнь я хотел стать учителем, поэтому я там, я проводил время с детьми», то есть в какой-то вот такой нудной форме и в очень традиционном виде с традиционными словами, то это очень уменьшает ваши шансы. Поэтому сопроводительное письмо – это одно из самых важных, в принципе, то есть оценок может быть хороших у многих кандидатов, да, у многих кандидатов. Характеристика тоже, в принципе, ну, обычно хорошую пишут, скажем так, да, а вот сопроводительное письмо – это именно то, что выделяет вас, показывает вашу личность. Вот, поэтому у нас будет, кстати, курс завтра начинается из четырех семинаров с нашим консультантом Шеридан Тейлор. Вот, есть информация на сайте или вот по ссылке, поэтому если вам сейчас эта тема очень актуальна, даже для поступления на 22-й год, на самом деле этот курс именно для детей, которые будут поступать в 22-й год, потому что, начав писать письмо сейчас, сопроводительное, вы можете уже понять, чего вам не хватает, и летом поработать над тем, чтобы вы хотели добавить ваше сопроводительное письмо, потому что с октября до января, в принципе, вы уже можете подавать документы, да, поэтому это очень важно вот сейчас его начать, летом еще доработать свои какие-то навыки, опыт свой, и в сентябре там или к октябрю желательно бы его уже закончить. Часто пишут 8-10 черновиков, поэтому это очень такой трудоемкий процесс. Дальше. Ну вот, подсуммировав, да, Великобритания высшее образование, в принципе, в среднем проходит три года. Первый год Foundation Year привязан к университету конкретному обычно, и он обязателен для студентов или выпускников школ стран СНГ, которые не проучились по английской системе или по американской. Вот, поэтому у вас два выбора после 11 класса, или переехать в Великобританию, если мы рассматриваем Великобританию, или переехать в Великобританию и поступить в колледж или в школу, это одно и то же, в принципе, на последние два года, на программу A-Levels или IB, где вы изучите три по A-Levels и шесть предметов по IB, более досконально у вас будет сертификат о окончании школы, и, естественно, вам школа тоже поможет с поступлением в университеты. И тогда вы уже очень будете подготовлены и готовы к университету. Тогда вы сразу поступаете на бакалаврат. Если же вы не закончили школу в Великобритании или не англоязычную школу, то вам обязательно Foundation Year. Ну и после бакалавра можете поступить в магистратуру, MBA, PhD, это докторская. Поэтому, закончив, естественно, бакалавра за границей, там есть свои нюансы. Обязательно нужно будет сдать английский дополнительно, индивидуальная там как бы подача документов идет, но также есть вариант переехать в Великобританию в магистратуру. Хорошие новости для тех, кто хочет обучиться в Великобритании и получить опыт работы здесь. С прошлого года буквально тем людям, которые в этом году начали заканчивать университеты, и, естественно, с этого года и дальше, те ребята, которые закончили университет в Великобритании, получили английский диплом, автоматически могут подавать на по стадии виза, которая дается на два года, и таким образом находиться в стране, жить в Великобритании и искать работу. Раньше этого нельзя было делать, необходимо нужно было найти компанию, которая бы дала тебе визу для обучения. Сейчас можно получить визу и потом искать компанию, что очень, конечно, хорошо смотрится на вашем CV. Университеты в Америке. Чем же они отличаются? Ну, многим отличаются, на самом деле. Много ребят из Великобритании хотят поступить в Америку для того, чтобы получить другой опыт. Много ребят из Америки хотят поступить в Великобританию для того, чтобы получить, опять же, другой опыт и другую форму образования, скажем так. Одно из главных, наверное, отличий – это то, что в Великобритании, поступив на факультет какой-то, ты уже должен определиться более-менее с профессией. То есть ты уже должен понять, что ты хочешь изучать. В Америке можно пойти… Вот много университетов, которые изучают liberal arts, где знания даются намного более в широком стиле. Не в глубоком, как в Великобритании, а в широком. Вот. И таким образом ты можешь два года учиться, в принципе, не определившись с профессией, а потом уже выбрать свой major, свою главную профессию. Почему Америка? Далеко не тот часовой полис, погода непонятная в зависимости от штата. Многие их обвиняют в том, что у них знания общие о мире, может быть, там не такие широкие, как в Европе, например, и так далее. Но, конечно же, очень-очень много плюсов. И вот мы сейчас их рассмотрим. 11 из 20 лучших университетов Мейера находятся в Америке. Большое количество из них, конечно, в Великобритании, но Америка преуспевает в рейтинге, в мировом рейтинге университетов. Очень заточено обучение в Америке на нетворкинг. Нетворкинг – это строение социальных связей, друзей, потенциальных бизнес-партнеров и так далее. Система хаусинг в университетах, когда есть такие групповые сообщества студентов, тоже очень развита. То есть в Великобритании есть сообщества, но не настолько развиты. И таким образом это тоже дает какую-то сплоченность среди студентов, деля их на группы и формируя такие маленькие, скажем так, как семьи даже, большие семьи. И таким образом это очень сближает и подталкивает на какие-то дальнейшие партнерства дальше. Ну и Америка по сравнению с Великобританией довольно-таки щедра на стипендии, гранты, особенно для спортсменов, для, ну также и по финансовым каким-то обстоятельствам, если вы хорошо сдаете, то есть если вас принимает университет, всегда это можно обсудить. Не во всех университетах, но тем не менее. Вот, поэтому тоже это стоит иметь в виду. В Англии со стипендиями намного сложнее, ну и образование в Америке, конечно, намного дороже, чем в Англии. Как выбрать колледж правильно, да? Колледж, университет в Америке одинаковая терминология. В Англии колледж больше относится к последним двум годам школы, а в Америке колледж относится к университету. Расположение и окружение, естественно, не очень важно. Погода, опять же, временная зона, штат. Как вы знаете, я уверена, правила и законы в разных штатах могут быть абсолютно разные, как в разных странах. Поэтому все это нужно брать во внимание. Насколько интернациональный штат, ну или университет в штате, в котором вы хотите учиться. Академическое окружение. Насколько, то есть мы уже это немножко обсуждали, семинары проходят в маленьких группах или это лекции в больших аудиториях. Для некоторых людей это безумно важный момент, потому что в зависимости от вашего стиля обучения и как вы лучше воспринимаете информацию. Система оценивания, насколько часто проходят тестирования или они какие-то более итоговые в каждой четверти. То есть, опять же, если вы, как это называется, маратан-раннер или сприн-раннер. То есть у вас вы на длинные дистанции любите учиться, на длинных дистанциях по чуть-чуть, но долго, или же наоборот, за неделю все выучить, сдать, потом чуть-чуть отдохнуть и так далее. То есть это нужно подбирать под ваш стиль. Жизнь на кампусе, как я уже говорила, какие-то сообщества, качество общежития, интернациональный состав, насколько развиты хобби, спорт, спортивные площадки. В Америке вообще они, конечно, безумно развиты, но тем не менее, то есть именно туда, куда вы хотите учиться, насколько для вас это важно или не важно, например. Сервис для студентов финансовой помощи и стажировки, и с карьерным ростом помощь. Ну и какая возможность после окончания университета. Всегда есть статистика. Статистика, конечно, сухая, зависит, очень многое зависит от конкретных случаев, но тем не менее, если там 60% трудоустройства, а вам необходимо прям сразу будет найти работу, и вы не можете себе позволить не найти ее, то, конечно, это тоже может сказаться на вашем выборе. В Америке есть 4 вида высших учебных заведений. Я не буду сейчас очень глубоко в них вдаваться, но все мы знаем такие огромные названия, как Harvard и Stanford и так далее. То есть это частные большие университеты, которые необычайно богатые, и у них очень много donations. Ну, в общем, когда им прям... Забыла русское слово. Ну, в любом случае, статистика конкретная на каждого студента, сколько выделено денег за его время обучения. Есть колледжи, которые два года, только, например, доставляют программу на два года, потом можно переходить в другой университет, когда вы уже определились со своим мейчер. Также можно выбрать колледж или университет, где можно выпуститься с двумя мейчер, то есть с двумя специальностями. Есть майнер, это как бы подспециальность, и есть мейчер. Вот можно получить два мейчер, если для вас это актуально. И когда мы будем говорить о профессиях будущего, я скажу, что это очень актуально, потому что на самом деле сейчас тенденция такова, что вот ищут людей, которые специалисты в некоторых сферах. То есть если это юрист, то было бы еще прекрасно, чтобы он был еще и финансист. Тогда он может и компанию там перевести, corporate lawyer, например, может и компанию со страны в страну перевести, но в то же время он и понимает про налоговые какие-то вещи, которые, естественно, необходимы для работы. Есть также два вида подачи документов. По временным рамкам они, в принципе, очень похожи. Приблизительно нужно подать заявки в начало осени, но есть early action, когда вы делаете заявку в начале осени, но уведомление о принятии приходит до мая. И тогда вы уже можете конкретно знать заранее, когда, то есть обычно даже зимой вы слышите ответ, и вы уже конкретно можете планировать, вы знаете, в какой университет вы идете. Недостаток в том, что вы попадаете в более академический, более сложный пул, то есть очень многие академические ребята идут в early action application, и таким образом может быть отказ. Но есть вариант early decision, то есть второй, когда вы берете на себя обязательство поступить именно в тот университет, который вам даст ответ. Поэтому здесь необходимо очень целенаправленная подача документов, про которые я сейчас вам расскажу, и очень серьезно относиться к этому, потому что если вам оттуда дают оффер, то вы обязательно должны его принять. Процесс поступления в Америку, в Соединенные Штаты. Процесс поступления немного похож с Великобританией, но есть же, конечно, свои разницы. То есть есть платформа The Common Application, похожая на UCAS, но разница, одна из главных разниц в том, что каждый университет по-своему принимает документы. И вот то, что аналогия сопроводительного письма Великобритании, в Америке это называется эссей, и его можно описать отдельно в каждый университет. И вы тогда, и вы, когда подаете документы, вы подаете не на определенную специальность, как правило, ну, есть исключения, конечно, бизнес-школы и так далее, а вы подаете именно в университет, и вы описываете, почему вы будете очень прекрасным дополнением для этого университета, и они обязательно должны вас выбрать. Вот, и можно выбрать любое количество университетов. Никто не поступает там в 15-20, естественно, но в то же время можно не ограничиваться пятью. Поэтому это дает вам какое-то большее разнообразие, скажем так. Отдельный эссей, как я уже сказала, в каждый университет. Характеристика тоже необходима, но здесь необходимы три характеристики. Одна от канцеллор. Канцеллор – это тот человек, который помогает тебе, как бы, ну, наверное, в нашей аналогии советской системы, это может быть ваш классный руководитель, да, который тебя знает, который помогает с какими-то там советами от поступления и так далее. И два учителя-предметника. И плюс, если вы поступаете на какую-то стипендию спортивную, даже если вы не поступаете на спортивную стипендию, или, может быть, вы недостаточно преуспели в спорте, но у вас есть какие-то, как бы, скажем, достижения, о которых можно сказать, очень тоже рекомендуется добавить характеристику от тренера. Крайние сроки, как я уже сказала, с октября до мая, да, в зависимости от колледжа. Чем раньше, тем лучше. Ну и до октября, перед тем, как вы будете подавать документы, вам необходимо сдать один из экзаменов. С-А-Т или А-С-А-Т. С-А-Т stands for Standard Admission Test, и А-С-А-Т это American College Test. Чем-то они похожи, но в то же время они разные. Для кого-то один считается легче, чем другой. Сдавать и тот, и тот можно несколько раз, но больше двух мы бы не решали, не рекомендовали. И все ваши... То есть сдается он отдельно, нужно регистрироваться для этого. Регистрироваться нужно, можете даже сейчас уже начать, или летом обязательно. Есть сайты, которые пробные экзамены предоставляют, которые потом не засчитываются никуда. Ну и также есть репетиторы и у нас, и в интернете, и в ваших городах, я уверена, которые готовят к этим экзаменам. Экзамен – это multiple choice, то есть много ответов, которые вы должны выбрать. Вот оба около трех часов длятся и состоят из математики, английского, и чтения, и письма. В акт еще есть науки. То есть если вы хороши в науках, и вы хотите их дальше продолжать, то это точно будет для вас, потому что вы можете показать свои знания таким образом. И написание эссе, естественно. Максимум очков в сад вы можете получить 16 тысяч, в акт 36, то есть, как видите, совсем разные критерии. Вот, ну, как я уже сказала, готовиться можно в разных видах, и онлайн, и с преподавателями, но нужно начинать заранее. То есть многие год готовятся и больше. Ну и теперь немножко для веселья сравним Америку и Великобританию, кто кого, скажем так. В Великобритании на полмиллиона людей один вуз, в Америке 100 тысяч, на 100 тысяч людей один вуз. В Великобритании в основном большие университеты, в Америке есть маленькие колледжи. Поэтому, опять же, если вы хотите всех знать, и чтобы вас знали, это может быть ваша история как раз. Стипендии мы уже обсудили. Ну и ценовая категория тоже намного отличается. В Великобритании для людей с английским паспортом стоит как бы предел, 9 тысяч чем-то, кажется, в год. Может максимально университет брать с английского студента. Для иностранцев это от 15 в среднем. Можно немножко меньше найти тысяч, плюс проживание и питание, естественно. Но по студенческой визе можно работать 20 часов в неделю. Поэтому очень часто люди работают дополнительно, и это помогает хотя бы на проживание, питание иногда достаточно. В Америке 50 тысяч долларов плюс, есть и 80 и так далее. Но также есть стипендии, возможные гранты. Айви Лиг, наверное, вы слышали, да, Лига Плюща. Вот это топовые университеты Америки. В Англии есть аналог, это Russell Group, куда входят тоже топовые университеты Великобритании. Как устроено обучение в Америке и Великобритании? Как я уже сказала, в Великобритании идет больше акцент на глубину знаний эксперта. В Америке больше идет на широту, на всеобщие какие-то знания. То есть изначально два года вы можете учиться просто на гуманитарные какие-то предметы, liberal arts, а после двух лет уже квалифицироваться по специальности и изучать конкретные предметы для вашей специальности. Также большой упор на внеклассные занятия, лидерские навыки в Америке. В Англии тоже, но в Англии это больше как нация, да, какая-то. Вот они все такие спортивные, молодцы, участвуют и в благотворительных каких-то проектах. А вот университет сам этого не требует. В Америке прямо это часть студенческой жизни. Экзаменационный процесс тоже очень разный. В Великобритании обычно итоговые экзамены в конце года. В первый год даже не считаются часто экзамены за первый год. Потом во втором и в третьем как бы конечные итоговые годовые экзамены имеют большое значение, плюс ваша диссертация. В Америке идут постоянные оценивания, наверное, как вот у нас по советской системе, да, это ближе нам четвертные какие-то оценки, потом контрольные работы и так далее. И сам год поделен немножко по календарю на разные кусочки. В Великобритании есть три триместра – осень, зимний и летний. В Америке же два полугодия, и потом каждое полугодие еще поделено на как бы четверти такие. Ну и большинство профессий в Великобритании можно получить вот за три года на уровне бакалавра, кроме там медицины, архитектора и так далее. А в Америке, ух, я не перевела, тут, сори. В Америке в основном некоторые профессии можно получить только на уровне магистратуры, не на бакалавра. И фан-факт для вас – 15 самых больших стадионов Великобритании, да, есть, которые принимают более ста тысяч людей. Восемь из них принадлежат к университетам. То есть университеты настолько богаты, что они вот, ну, как бы построили или купили эти стадионы и используют его для своих студентов. То есть вот это тоже как бы такой большой момент, который показывает, да, разницу между отношением к спорту в Америке и Великобритании. Влияние ковида. Как же повлиял ковид на мир? Я думаю, все ощутили. В онлайн режим перешли практически все университеты и школы Англии и Америки. В Великобритании многие возвращают, уже вернулись. И в октябре, в принципе, все университеты обещают вернуться в очное обучение. Те факультеты, где необходимы практические задания, конечно, пострадали и самое большее. То есть там это какие-то науки, медицина, арт, музыка и так далее. Они вернулись намного раньше других факультетов в очное обучение. Но в то же время и улучшились какие-то вещи, да, то есть новые возможности появились. Сейчас очень много виртуальных туров в университетах. Даже многие записаны, не обязательно записываться на день открытых дверей. То есть вы можете это погуглить или с помощью консультантов прям вот почти что вживую побывать, да, в виртуальных турах 360 градусов видения. Много лекций и материалов появилось. Много появилось всяких компетишнс в виде олимпиад по написанию чего-то или какие-то курсовые работы. И прошу-прошу вас, не пугайтесь, если там вы считаете у вас английский недостаточный, и зачем я вообще буду туда пытаться. Обязательно нужно пробовать. Во-первых, это прекрасный опыт. Конечно, если вы играете, вообще замечательно, или какое-то прессовое место получите. Но, тем не менее, это прекрасный опыт, и об этом всегда можно написать в сопроводительном письме или в эссей, и использовать это как бы для себя в подаче документов. Ну, это я уже сказала. Неуверенность будущего, естественно, есть, потому что молодых людей пока здесь не вакцинируют в Великобритании. Но, тем не менее, все оптимистично настроены. На следующий год общежития принимают заявки. То есть все должно вернуться как бы более-менее в прошлое, как и было. И, естественно, даже не стоит, наверное, много об этом говорить, но медицина очень востребована стала. То есть все, что связано с медициной, технологией, то есть вот прям если вам нравится биология, химия, физика, прям вообще не думайте, идите в это направление, потому что это будущее. Особенно медицина, когда понимаешь, да, что какой бы у тебя не был статус, какой бы ты в стране не жил, сколько бы у тебя не было денег. Естественно, есть какие-то возможности в западном мире, да, больше, чем в других странах. Но, тем не менее, все мы равны перед каким-то таким вот болезнью, да, или эпидемией, как ковид и так далее. Вот. Поэтому медицина, опять же, возвращаемся к ней, или точнее даже продолжаем, да. Тренды будущего. Вот есть несколько трендов. Я не буду о всех не говорить. У нас, кстати, на YouTube есть вебинар с прошлого года, где мы тоже обсуждали это, и там намного больше информации. Если вам интересно, погуглите, пожалуйста. Вот. Но есть тренды будущего, от которых выходят профессии какие-то, или выходят какие-то тенденции, да, которые мы будем, ну, с которыми приходится работать в будущем. Будущее абсолютно непредсказуемо, это точно. Но, тем не менее, можно что-то просчитать. Рост населения, продолжительность жизни растет колоссально, да. И вот что делать с людьми, которые стареют, но в то же время не умирают, как раньше. Это прекрасная новость, конечно, да, что продолжительность жизни растет. В западных странах люди, которым сейчас 30-40 лет будут жить до 100 лет, идет прогноз. Но что делать, да, когда заканчивать работу? Что с ними делать, как их устраивать в плане, где жить этим людям, да. То есть, работать, продолжать ли работать дальше, как медицина будет обслуживать их и так далее. Вот это одно из главных таких вопросов. Опять же, поэтому медицина и вот технологии, все с этим связано, будет расти. И уже сейчас говорят о том, что будут печатать органы или выращивать из клеток их, да, и какие-то части тела. Поэтому все, что с этим связано, если вас интересует, это обязательно углубляйтесь и связывайте свою карьеру с этим. Рост экономики и соединенный мир. Опять ковид нам тоже показал, да, что когда нужно сделать вакцину, то все прям начали это делать. И в какой-то степени было, конечно, небольшое соревнование между странами, но, в принципе, мир объединился в борьбе. Поэтому это тоже будет видно все больше и больше, мне кажется. Ну и из-за этого ответственность, да, производство и потребление, и окружающая среда. То есть это вообще уже об этом много лет говорится, но это более-более актуальная тема. Здесь выплывает вопрос пищевой промышленности, как она будет развиваться. То есть уже как накормить всех, да, чтобы не было голода в мире, но в то же время, опять говоря о западном мире, как накормить всех вкусно и полезно, и нутрициологи востребованные, да, и как в то же время накормить всех, чтобы… Потому что все проверяют, откуда появилось… Ну, не все, а многие уже начинают, да, проверять, сколько там потрачено было миль на выращивание, там, я не знаю, чего-то, или пытаются опять вернуться к покупке местных продуктов, чтобы помочь окружающей среде. Вот это вот все тоже будет развиваться. И вертикальная агрономия, да, вот рост, когда просто утилизировать всю территорию и возможности фермы для того, чтобы вырастить как можно больше, лучше и с меньшей затратой, как бы, для окружающей среды, да. Вот это тоже будет очень все развиваться. Опять же, биология, медицина, индивидуализм, индивидуальный подход ко всему и прогнозирование, что может быть востребовано для конкретного человека. То есть уже мы видим персональные рекламы, иногда это прекрасно, иногда это очень пугает, когда ты с человеком там, послушая музыку со своими наушниками, поговорил о какой-то там бренде, о каком-то, да, и потом на следующий день тебе этот бренд рекламу дает, потому что в гугл записал то, что ты сказал. Вот, поэтому это, конечно, пугает, но в то же время от этого никуда не уйти, и это будет развиваться, и продажи, как они сейчас есть, то есть обычные продавцы будут, не востребованы, уже Amazon запускает много магазинов, где можно просто зайти, взять что-то и выйти, записать просто перед этим, залогинившись в свой Amazon аккаунт, зайти в магазин, взять продукт и выйти абсолютно без оплаты, без продавца, он списывается автоматически с твоего аккаунта. Но вот этот вот подход индивидуальный и как завлечь покупателя, и как индивидуально к этому подойти, это будет расти, поэтому сейлс, маркетинг тоже очень востребованы. Развитие искусственного интеллекта, опять же, конечно же, тоже связано с любой профессией. Сейчас мы видим уже, что это заменяет много работ, вплоть до того, что журналистов даже заменяют, может быть, там, или как proof readers, copywriters, да, которые, может быть, не сильно креативные люди или профессии считались, то есть они просто считали, там, исправляли ли ошибки и так далее, но вот эти вот все технические моменты заменяются искусственным интеллектом. И вот любая профессия, любая работа, которая постоянно повторяется изо дня в день, она будет уходить. Поэтому вот креативность, всесторонняя развитость, это очень-очень будет востребовано. Недостаточно будет иметь, не то что даже один диплом, одно образование или одно направление, потому что специалистов там в одном каком-то направлении очень много, и технология будет заменять многое тоже. Очень будут востребованы люди, которые знают несколько профессий, и они могут их соединять вместе. Например, тот же там маркетолог может быть с каким-то опытом или обучением в фэшн-бизнесе, и тогда он будет именно конкретный маркетолог под фэшн-индустрию. Вот что-то такое, комбинация чего-то. И, конечно же, ковид показал нам, что многие ребята потеряли профессию, люди, ребята, взрослые уже, специалисты хорошие, потеряли свои рабочие места, и очень сложно было найти что-то такого же уровня, если у тебя нет других навыков. И поэтому многим пришлось переучиваться, переделывать себя. И вот это вот подход к карьерному росту, когда тебе придется что-то renovate yourself, делать постоянно, переменять, изучать новые знания, новые какие-то курсы проходить, и строить свое портфолио нежели CV, портфолио с навыками, не только вот прям бумажки, диплома, а именно навыки, что ты умеешь, как ты это принимал в какой-то работе и так далее. Вот это вот то, что будет востребовано. И вот я написала здесь образование, образование тоже найдет очень, будет очень индивидуальный подход, примет форму индивидуального подхода. И это хорошо для меня, отлично, конечно же, для нашей компании. Вот индивидуальный подход, когда мы уже сейчас это начинаем делать, но я уверена, это будет расти больше и больше, когда ты просто вот такой как бы путь прописываешь, не как хронологический для поступления университета, а можно и хронологический, но больше как стратегический такой подход, к чему ты идешь, вот что ты изучаешь, что тебе нужно знать в конце, к чему ты хочешь прийти, как туда прийти. И подбор конкретных курсов, может быть, по три недели, по месяцу, по году, то есть в течение там пятидесяти лет. Опять же, это делает из тебя такого многогранного специалиста по разным сферам и добавляет навыков и теории в твои как бы, ну, в твою карьерную, карьерный путь. И отсюда выходят вот консультанты по смыслу и качеству жизни. То есть здесь не только образование, а еще что ты хочешь делать. И это очень актуально будет для людей, которым 55... То есть раньше, если жизнь делилась на работа, пенсия, сейчас жизнь будет делиться там на работа, престарелый возраст и дальше уже, да, потому что люди будут жить дольше, и им нужно будет как-то себя находить, перенаходить опять и справляться вот как с проблемами, так и, конечно, с хорошими качествами того, что многие из них будут с каким-то капиталом, на который они будут жить дольше, и это будут потенциальные клиенты для многих индустрий и компаний. Интересные факты. Вот слева я не меняла на русский язык, не переводила профессии, потому что я даже, ну, как бы затрудняюсь, да, их перевести. Это те профессии, которые не существовали семь лет назад. В Великобритании для окончания школы, секондарь-школы, необходимо семь лет. То есть вот дети шли в секондарь-школу, не зная, то есть не понимая, естественно, многие из них не понимали, что они будут изучать, да, но в то же время некоторых профессий и не существовало. То есть поэтому даже закончить там, поступая сейчас на какую-то специальность в университет, через 3-4 года могут быть какие-то профессии, о которых вы даже и не знали, и вам придется переучиться или как-то себя адаптировать под это со временем, да, и это опять же сходится к тому, что мало быть одним уже. Sorry, но такова реальность. Вот, и поэтому вот несколько из них, ну там самая мессенджер, это понятно. Одна из моих любимых, это Internet of Things specialist, это человек, который там следит за камерой вашей микроволновки или холодильники и пишет вам список продуктов, которые заканчиваются, чтобы вы нажали кнопочку, и доставка этих продуктов пришла там завтра, да. И вот все вот это вот такое персонализированное, и в то же время он хочет убедиться, что какие-то там воры, да, не зайдут в вашу систему и не увидят, как у вас там открывается не только холодильник, а и входная дверь. Вот это вот, то есть такое, что сейчас как бы нам сложно представить еще, но оно вот реально, оно через там 5-10 лет будет везде. Вот, и понятно, конечно же, много профессий автоматизируется, вот это из экономиста, список профессий, которые автоматизируются, но в то же время получаются и многие профессии, автоматизация приносит новые рабочие места, да, то есть когда там, я не знаю, произвели телевизор, с этим пришло много профессий новых, там и специалист по ремонту телевизора, и люди, которые там, я не знаю, кнопочки эти делали, или пульты и так далее. Вот, поэтому и сейчас, да, то есть даже та же автоматизация там в фермерской какой-то индустрии, да, или в агрикультурной будет давать новые профессии тех людей, которые будут вот это вот новые новшества разрабатывать. Вот, поэтому много хорошего, но опять же упор на то, что вам нужно быть чем-то, чем-то необычным, да, с какими-то навыками, профессиями, или навыками в профессии и опыте, который бы вас выделял из толпы. Востребованные навыки, да, вот это те навыки, которые необходимы будущим, ну, сейчас уже, естественно, и это те навыки, которые раньше мы называли мягкие навыки, их очень сложно протестировать, прям была разница такая, soft skills, мягкие навыки сложно протестировать, hard skills, это ваши технические там знания или какие-то такие, которые можно взять тест, сделать и протестировать. Сейчас уже нет, извините, мягкие навыки тоже тестируются. И сейчас вот при поступлении, при подаче документов на какую-то большую компанию, тот же Google, Amazon, то есть если вы хотите прям амбициозно уже смотреть будущее, да, вот это вот те навыки, которые учат дома, во время всяких там кружков, да, вот коммуникация, лидерство, мотивация, это же как это ребенку все как бы на пути его роста идет, я не знаю, с младенчества, да, то есть садика, как он себя ведет с людьми, тайм-менеджмент, то, что родители, да, в основном учат, там, не опоздать школу, или, я не знаю, мотивация себя сделать урок или заправить кровать, или вот все такое, которое, казалось бы, очень доместик, да, очень домашнее, оно все потом пригодится, конечно же, для формирования личности и вот мягких навыков, которые уже тестируются при принятии на работу. Есть сейчас такие программы, которые вот тебя, то есть там взяли твое CV, да, тебя пригласили на интервью, и, пожалуйста, сядь и сделай тест. А тест может быть довольно-таки несложным казаться, но он тестирует твою личность, и результаты, по результатам теста работодатель приходит к выводу, насколько ты терпеливый, насколько ты креативный, насколько гибкий и т.д. и т.п. Поэтому, то есть это вот то, что школы тоже, конечно, развивают, ну, особенно на западном мире, да, но если родители сейчас нас смотрят, это вот те навыки, которые можно дома развивать на очень высоком уровне, и они очень-очень комплиментируют и помогают образованию. И очень часто есть такая фраза, да, Великобритания, ну, в Англии, когда говорится, что нанимают на позицию CEO человека с хорошим образованием, а оставляют, то есть не увольняют тех, у которого хорошие soft skills или эмоциональный интеллект, потому что это тот человек, который не только лидер, но лидер, который может еще и заинтересовать, мотивировать, у которого есть самая осознанность того, что он тоже делает ошибки, да, что он, может быть, неправильно реагирует на что-то, то есть не тиранский подход, да, я сказал, ты сделал, вот завтра, который может предложить какую-то поддержку, позитивный настрой, сопереживание, и это удерживает хорошую команду, это формирует хорошую команду, и, естественно, отражается на итогах и результатах для всей компании, да, скажем так. Ну и 3К тоже многие об этом слышали, я думаю, командное, они, в принципе, и в эмоциональном интеллекте, и в мягких навыках тоже показаны. Командная работа, коммуникация, критическое мышление и креативность. Креативность, опять, сходим к тому, что мало уже знать что-то, вот как там прочитать и проанализировать, а как это еще креативно преподать, делает тебя вот тем специалистом, которого хотят нанять. Я думаю, у меня все, в принципе. Последний слайд, что дальше, да, что еще можно сделать? Вот у вас вы там все по пунктикам технически подали документы, коммуникацию наладили, да, и так далее, и тому подобное. Вот, ну, что еще? Ярмарки университетов, я уже сказала, можете, есть особые специальные ярмарки, где многие университеты приходят, и прям такие виртуальные комнаты, где вы можете ходить и общаться, и спрашивать, и просто смотреть на виртуальные туры. Есть отдельно, к каждому университету можно заходить на сайт и все это тоже искать, смотреть. Всесторонность, мы уже о нем очень много говорили, да, всесторонная развитость, ваша как личность, не только академические знания. Уверенность и амбиции. Пожалуйста, ребята из маленьких городов, из стран русскоязычных, или украинской, или другого языка образованием. Не бойтесь, дерзайте, вы все можете. Очень много ребят, которые приехали прям, ну, из городов и сел даже, которых никто не знает, и вот они поставили его на карту, да, где-то в каких-то больших компаниях. Поэтому если вы, у вас есть желание и вера, и вы готовы много работать, то, в принципе, все возможно. Естественно, материальный какой-то должен быть тоже капитал, да, для переезда или поступления куда-то. Но, тем не менее, всегда можно как-то это вот так устроить или через стипендии, или поступив бакалавра, получив бакалавра, потом в магистратуру поступить и так далее. Главное, верить, что вы можете, и всегда пишите, я тоже буду рада помочь, чем смогу. Есть вот два сайта, которые я бы очень рекомендовала посетить и издать, там есть бесплатные версии тестов о профориентации. То есть вот если вы не уверены, что вы хотите делать, да, вот Career Explorer вообще прекрасно, он где-то час занимает, но там прям вот много-много вопросов, и в конце вам не только дают предложения по специальностям, а еще и где, куда и пойти обучаться. И несколько книг, которые я бы тоже очень рекомендовала. Вот The 100-Year Life, прекрасная книга о том, как меняется наш вообще сетап нашей жизни, и как мы будем жить все дольше, и как это отразится как на экономике, на медицине и мире, но и лично на вас, естественно. Extra Time тоже очень интересная. 21 Lessons for the 21st Century. Наверное, самая позитивная мысль этой книги – это то, что искусственный интеллект нас не будет атаковать и убивать, не будет ни вот этой вот драмы, которую мы все насмотрели с фильмов 90-х, но тем не менее развитие этого всего, и дистанционная медицина, и атомное оружие, очень-очень интересно все описывается для любого человека с любым интересом, потому что это, в принципе, это то, что нас всех касается. Вот поэтому тоже очень рекомендую. Ребята, студенты или абитуренты, пожалуйста, почитайте это на английском. Мне кажется, это будет намного интереснее, потому что это оригинал написания текста, и улучшите свои знания таким образом. У меня все. Спасибо большое, кто с нами до конца остался. Вы можете нас найти, пожалуйста, присоединяйтесь на YouTube, Facebook, Instagram и Telegram-канале. Так, ну вроде бы все, да, по вопросам. Спасибо большое. Опять же, очень рада. Присоединяйтесь к нашему курсу по сопроводительному письму, если актуально, и будем рады видеть вас и общаться в соцсетях и других формах. Счастливо! Присоединяйтесь к нашему курсу по сопроводительному письму.